Друзья, мы сегодня гостюем, можно сказать, у Наташи. Наташа, проявитель. Мы гостюем у Наташи. Одновременно с нами здесь в гостях Лена, приехала из Киева. И Лена делает по дагестанскому рецепту, я правильно говорю? Абсолютно. По дагестанскому рецепту вот это блюдо, которое называется курзе. Это такие пельмешечки. Такие пельмешечки, пельмешечки. Их так косичкой такой заплесли. Вот, господи, господи. А что внутри? А внутри говядина, лук и киза. Понял. Можно снимать? Можно снимать? Можно снимать, Ричард. Он сам снимает. Он журналист. Это ваш супруг? Да, это мой супруг. Он тоже пресс-корреспондент, журналист, берет интервью, поэтому он каверий свободен. Да, не боится. Значит, все с мясом, с говядиной? Да, с говядиной, да. А вообще делается они всегда только с говядиной? Говядина либо баранина, потому что это мусульманская. Это что? Конечно. То есть свинину нельзя? Свинину не положено. Либо говядина, либо баранина. Хорошо. Так следующая еда в духовку куда-то или что? Нет, нет, мы их варим как пельмени. А, вот. Думаешь, пора мы борщ не будем? Нет, нет, борщ не будем. Мы сейчас, киза, 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 киза. И теперь мы прикручиваем на медленный огонь. Все, и эта водичка будет нас ожидать после того, как мы поедим борщ. Все остальное. А, у нас есть борщ. А борщ пиевский или украинский? Да, все украинский, да. Так. Ну что же, а где борщ-то, подождите? Вот борщ, показываем. Подождите, это же важно. Так, давайте. Хорошо. Так, 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 так. Что особенного в борщике? Что там? Как украинский борщ, то есть? А то, что немножечко смальца. Смальца-то есть перетопленный внутренний жир свиной. Так, так. И вот на смальце мы делаем борщ. То есть это как раз некошерный борщ? Некошерный. Борщ некошерный. Понимаю. Закрываем? Да, давайте. Друзья, мы тут размещаемся за столом. Что Бог послал? Бог послал водочку, как нашу Свету зовут, Светка. Лучок тут. Селёдочка. Селёдочка. Сметанка. Света, что это там? Вот это что? Я думаю, что это или тушёная капуста, или квашеная. Это что? Это салатик. Понял. Селёдочка откуда происходит? Селёдочка с ручкой мать. Селёдочка. Вот, друзья. Борщец. Борщец. Замечательная вот эта водочка. А Света, а что у тебя там? Что? Гранат. Гранат написано. Гранат. Гранат это что? Гранат это напиток. Это гранат. Понимаю. Но это наливка? Нет, это вино. Так. Наташа рассказывает историю. Да. Раньше у нас есть русский, Russian American Circle, кружок русско-американский. И у нас получается Санта-Круз, город по братьям Алушты. Вау. Да. И вот они обмениваются делегациями, обмениваются туристами, всякими такими интересными группами людей. Но каждый год у нас раньше был русский фестиваль. Это где-то конец сентября месяца. И мы собирались в Санта-Крузе. В Санта-Крузе, да. И очень приличный фестиваль. Нам выделялись деньги. Мы закупали. И хотя у меня никакого профессионального поварского образования не было, почему-то меня назначили ответственным за еду. За еду. И что получилось? Естественно, я не могла наготовить. Я в жизни не готовила большими кастрюлями. Тут мне сказали, много надо. Я пошла в русском ресторане. Здесь была компания русская. Я у них одолжила, у вегетарианцев, кастрюлю. Они сказали, мясо варить не будете? Я говорю, ни в коем случае. Ну, естественно, пошли, купили мясо, тогда положили. Это секрет. Да. И варили борщ. Но меня попросили заранее, что вы должны варить и вегетарианский борщ. Потому что много вегетарианцев в этом Санта-Крузе. И они захотят попробовать, что это такое. Первый раз в жизни я готовила этот борщ. Все то же, что и для этого борща, только без мяса. Вот все мы резали, все делили туда-сюда. И потом эти вегетарианцы выходили за мной и просили, дай рецепт. Ну, это то, что постный борщ называется. Да, постный борщ. Ну, вот там фасоль и все остальные ингредиенты. И у нас была группа волонтеров, которые помогали готовить это все. И мы за два дня до этого фестиваля собирались и начинали закупки делать, чистить, подготавливать. А фельмени, пирожки мы начали готовить за пару месяцев. Мы все собирались, покупали фарш, собирались у меня дома, налепили, наели. Естественно, волонтеров надо всегда кормить, чтобы было интересно. Чтобы был интерес у них, да. А потом уже после этого, что осталось, разобрали по холодильникам к фестивалю. И вот каждый раз мы собирались, каждую неделю готовили. Но, когда был фестиваль, у нас не только еда была, мы продавали еду, но и еще культурная программа. Там были другие люди, ответственные за это дело. И целый день это мероприятие стало очень популярным. Американцы приходили и говорят, можно купить у вас борщика? Можно. А мы ничего не предусматривали, чтобы продавать на вынос. И мы им за борщик наливали, это зиплок, пакетики, да, по два пакетика они вносили. Это не на улице, где вот греческий храм стоит православный? Это вот возле Каска, где Каска, вот там парк вот этот. Мы как-то шли по даунтауну и наткнулись на какой-то русский фестиваль, но он такой был как бы... В общем, там греческий храм стоял православный. Это в центре Санта-Круза, греческий, но там больше не русских, а европейцев, португальцев или славяне какие-то, но не русские. Но там ходят наши девочки тоже, потому что в Санта-Крузе нет русского центра такого церкви, только в ближайшем Монтерею. Мы, кстати, с мужем ездим туда, в Сисайт. Сисайт, и там храм православный? Да, да, да. Но служба на английском? На русском языке. Служба? Да, на русском и на английском, поэтому вот туда ездят. И много народу собирается? Да, да. И с каждым годом все больше и больше русских. Потому что там DLI рядом. Да, это Defense Language Institute. Это военное учреждение, где готовят разведчиков, ученик языкам. На самом деле, преподаватели русского языка. Да, да, преподаватели русского языка и плюс те разведчики, они приходят в эту церкву, чтобы впитать в себя русский дух. Церковную лексику. Да, да, да. Русский дух, понимаешь, перекреститься правильно, но они и приличные люди. Да, поэтому... Как ни странно. Да, как ни странно, да. А могли бы бритовкой. Да, поэтому вот. Вот. И вот такие фестивали проводились у нас каждый год. А потом так что-то... Даже вот нам выдавали, к примеру, сумму денег 2 тысячи на закупку продуктов. И мы за день делали 4 тысячи. Двойной подъем. Вот за это... А кто это давал? Это было какое-то комьюнити? Это не комьюнити, это Russian American Circle. Они как бы давали деньги, там они там собирали немножко. Потом, конечно, с тех денег, которые мы заработали, мы гуляли, там в ресторан ходили. Ну, волонтеров надо же как-то поощрять, чтобы они были заинтересованы в этом деле. Был такой анекдот, как, ну где-то глубоко там в России идет, ну там парень идет, бабушка, американский разведчик. Ну, и он, бабушка, говорит, бабуля, как к такой-то там деревушке там пройти? А он говорит, ой, говорит, американский шпион. Он говорит, ну что, бабусь, я же Петрух, там я вот из Артона. Нет, говорит, шпион, шпион, говорит, ой, как прикольно, шпион. Он говорит, ну ладно, говорит, ладно, но хорошо, шпион, но как же ты могла догадаться? Говорит, милый, да у нас тут черных вообще отродясь не будет. Отличный шпион. Я говорю, по поводу этих фестивалей, говорю, что мы еще интересный смешной случай был. Получается, мы готовили мясо, варили борщ, а потом надо было кормить волонтеров. Волонтеров кормить? Может, не поставишь вот эти? Да, да. Нужно было кормить волонтеров. Естественно, еще еда не готова. Но бульон сварился, мясо. Я доставала это мясо на тарелку. Эти волонтеры это мясо поедали. А когда мы продавали борщ, писали борщ с мясом. Все, когда покупали, а где мясо, где мясо? Это в моем борще сейчас много мяса, да? А там волонтеры. А там, а что-то, нет, а где мясо? А, наверное, волонтеры поели. Все, я говорю, так оно и было. Их надо было чем-то... Ну, никто не возмущался, потому что это все добровольно. Это все вот делалось... От души. От души, да. Правильно. Я вышел, друзья, на улицу, показать вам улицу, район, где живет Наташа. Это, еще раз, город Ватсон-Вилл. Это недалеко от Санта-Крус, может быть, минут, не знаю, 20 мы ехали. Вот у них такая комьюнити здесь, симпатичная. Это как бы место сельскохозяйственное, но многие люди ездят в Сан-Хосе. Это час езды до Сан-Хосе. Многие работают в компьютерном бизнесе. Есть люди, которые работают на то, что называется government job. То есть, так вот, домики здесь стоят что-нибудь 1500-550. Вот так вот, в таком месте мы находимся. Ну, что, друзья, вот у нас курзе. Это курзе общая, а это курзе частная. У меня в тарелочке. Я так ее майонезиком. Можно было сметанку. И что у нас еще есть, кроме майонеза и сметанки? Горчица. Горчица, перец, уксус. Значит так, берем все вместе. Майонез, сметанку, горчицу, перец, уксус. Соленый огурчик. И будем есть курзе. Вот. Видите, друзья. Челуй маму. Это сочетание двух. Это маленький мальчик. Я же читаю. Сколько мальчику? Три года. Три года мальчик. Чарликов зовут. Любила маму. Как нашего Чарлика. У нас Чарлик был soft-scotted with interior. А этот шиит. Шиит, посмотри на меня. Чарлик, Чарлик. Чарлик, смотри туда. Посмотри на наших зрителей. Он иногда по-английски понимает, иногда по-русски. Вот такой Чарлик. А мы еще собирались на пикник один раз. Ну вот, этой осенью. И многие русские пришли со своими животными. Я прихожу со своим Чарликом. Приходит другая девушка. У нее собачка женского рода. И зовут ее Чарли. Потом приходит третья женщина. И приводит опять собачку. И у нее имя тоже Чарли. Три собачки, три Чарли. И один американец. Нет, этот мальчик Чарли. У подружки девочка Чарли. И у другой подружки мальчик Чарли. Американец один стоит и спрашивает. А во что все русские собаки Чарли называют? Друзья, какая русская вечеринка обходится без сладкого? Светочка, скажи нам, пожалуйста, откуда взялся этот торт? Я его купила в нашем локальном иранско-русском магазине. Так. Когда я его увидела обложку, я подумала, что я не могу его не купить. Я еще не знала, где мы его будем есть. Но он из Латвии оригинально прибыл. Да, возник. Из Латвии. Из Латвии, да? Может, из Лусан. Там лайма написано на коробке. Лайма? Я, честно говоря, не обратила внимание, но мне картинка на коробке и название понравилась. Потому что он сделан с орехами. Вот это хейзел на самые мои любимые орешки. Так. Да, лайма. Видишь, что написано? Ну, значит, из Прибалтики. Вот. И весь он такой шоколадный, с орехами. Я подумала, что я не могу уйти. И он у меня, он был заморожен, естественно. Все торты оттуда приходят замороженные. Но он же оставил? Я надеюсь, да. Называется торбезез с лещиным орехом и волшебным какао-кремом. Вот так. Да. Тортик, значит, само собой. А тут еще мы усугубим гавайскими орешками. Конфетками. Да, есть такие орешки гавайские, называется Макадемия. Макадемия на... Все. А вот так они выглядят в реалити. Давайте. Это реалити-шоу, друзья. Коробочка большая, но их не так и много. Это реалити-шоу. А пахнет, а запах... В реальном мире конфет немного, немного. У нас тут, друзья, киевляне есть в коллективе. Утверждают, что на срезе этот латвийский торт похож на торт киевский. Абсолютно. Похож, да, и тоже без этом на вкус? Да. Без реалити. Это, друзья, это прибалтийская версия киевского торта. Чуть больше шоколада. Да, только хотела сказать, больше шоколада и все. Наташа преподаватель математики, да? Да. И математику преподавала в... где? Нет, я преподавала компьютер-сайенс в университете. В Украине. Десять лет в Украине, да. И здесь работала на протяжении пяти лет в американской школе, в разных школах. Элементарии, миддл-скул, хай-скул. И вот что я заметила, какую разницу между американской и советской школой, образованием, вернее. Да. Что мне не нравится, что у них, начиная с первого класса, идет разделение. Нет воспитания, коллективизма. Мне это очень нравится. Мы выросли на коллективизме, на дружбе, взаимопомощи. Здесь, начиная с пяти лет, школа, элементарии школ. И каждый год вот приходит ребенок в школу, их всех поделили, перемешали. Каждый год он не знает, куда идет. Я вспоминаю свое детство, когда мы идем в школу, и с радостью, вот закончились каникулы летние. Сейчас приду, там подружка это, там дружок это, все расскажу, все будет интересно. А здесь они идут, они не знают, кого встретят. Они не знают, кого встретят из детей, из учителей. И вот каждый раз они как брошенные дети с пяти лет. Когда я спросила учителей, почему они это делают, ну это, конечно, не они делают, это система делает. Они начинают говорить, что это вот у нас, чтобы разделить вот эти группировки. Там белых, красных, желтых, зеленых, всяких там таких банд. Я говорю, ну какие могут быть банды в пять-шесть лет? Я понимаю, в хай-школу же с 8 по 12, 9, 10, 11, 12, там вы можете делить уже, дети взрослые. Но здесь это стрессовая ситуация для каждого ученика, когда они приходят и начинают вот, они боятся идти в ту школу. Потому что нет никого. А я вот замечал такую вещь, что все-таки в Америке дети в школу несутся. Вот наша Саша, например, там ее Света спрашивает, так провокационно, говорит, ну что, говорит, ты еще бы на каникулах погуляла или тебе в школу хочешь? Она говорит, ой, я в школу хочу. То есть они радостно бегут в школу в течение всего года. Наше детство, вот я вспоминаю, мы, конечно, радостно бежали 1 сентября, но буквально неделя, и уже очень не хотелось туда ходить. Ну, я скажу, что дети здесь как бы идут в школу, но я не думаю, ну, я по своему экспириенцию, вот по моему ребенку, которому уже сейчас 17 лет, вот, у него нет радости. У него нет... Это была государственная школа, это частная? Нет, государственная школа, государственная школа, вот. И он ходит, у него там есть друзья, у нас вот по соседству живет еще одна семья, с которым он, девушка, девочка там. Они дружили с детства, и мы ходили, родители просили, пожалуйста, поставьте их в один класс, потому что они очень дружны, и они вот как бы, как команда, команда такая, да, да, Шарочка с Машарочкой. И вот мой сыр, хотя мальчик, а та девочка еще, как бы, почти на год младше его, но она, не обижайте моего друга, и там, то, что хотелось за него защищать. Потому что здесь еще проблемы, что нельзя самому защищать себя. Вот в чем. А что нужно делать? Пожалуйста. Что в этом, да, что в этом? Они начинают воспитывать детей к ябедничеству. Ну, это нормально, то есть это, на самом деле, корни-то кроются там, что не в морду нужно дать, да, и витрины бить, а нужно все-таки разрешить, как-то мило. Нет, ну, может, да, вот, ну, как на детском уровне, к примеру, у нас вот, мы говорили даже в школах, вот там кто-то тебя обидел, раздает сдачи, и все. Да, может быть, и неправильно, но здесь они затюкивают до такой степени, что он потом уже боится, он боится что-то делать. Вот, у меня очень был активный мальчик, в детстве он такой прыгал там из деревьев, и все. Да, сынок вот этот, которому 17 лет сейчас. И вот все его из моего окружения называли Тарзан. Он ничего не боялся. А потом какой-то период, вот, когда он пошел в школу, начинают его там, мексиканцы, тыкать, пихать, толкать, обзывать, что ты выглядишь не так, потому что он, как бы, у меня смесь японца с украинкой. Да, и вот не выглядит так, как эти мексиканцы, и они начали его обижать. И он не мог постоять за себя. Надо его обязательно сказать при этом. Говорили, говорили. И, понимаешь, когда он пытался защитить себя, что вот каким-то образом он сильный был, независимый, крепкий мальчик, и нам потом пришлось его переубеждать, что ты не можешь так с ними говорить, ты не можешь им так говорить. И вот он уже потом стал бояться этого всего. Ну, он стал гражданином Америки. Да, да, да. Он только... Тик-тик-тик-тик-тик. Настучать немножко. Но помогает настучать? Нет, я не думаю. Он просто закрылся. Он уже не стал тем, каким был. Если он его, например, побьет, мексиканца, я не знаю, мексиканец пойдет жаловаться или нет. Может быть, для мексиканца гораздо нормальнее, чтобы его побили, чем пожаловались. Но если, скажем, будет белый ребенок, и он его побьет, это могут и из школы выгнать. Я не знаю, там... Это как бы уже криминал. Побить-то это же криминал. Обозвать человека, это не криминал. Нет, тут дело в том, даже не побить, а вот он оттолкнул его. Он оттолкнул, потому что к нему там приставали какие-то ребята. Он их оттолкнул. Они побежали, пожаловались, они первые. Все. А у нас понятия нет такого, ходить, жаловаться. Пошли, разобрались ребята сами. Тем более, это было elementary school, где ему там было 7 лет или 6 лет. Какие там драки могут быть. Вот, и все. Наташенька, а что у нас с елкой такой красивой? Расскажи. В этом году я решила декорировать свой дом в белом и красном цвете. Каждый год у меня декорации разного цвета. Очень много этих игрушек. Здесь серебряные. Каждый раз разная елка, разные цвета. Чтобы сделать белое и красное. Тебе надо каждый раз покупать что-то белое и красное? Или у тебя так много, что ты просто фильтруешь? У меня несколько елок. Зеленая елка, живая елка иногда, когда надоедает искусственно. А в этом году вот белое с красной декорацией. Типа растет или ты покупаешь? Нет, покупаю. А, окей. Да, покупаю. Да, она живая елка, она как бы месяц постояла, выбросила. Слушай, а это у тебя вместо елки? А это у меня Тиффани. То есть я смотрю, весь дом в Тиффани? Да, вот оно как-то делает уютным, теплым дом. Так, и вот там внизу Тиффани. Да, это подставочка. Собаки нет Тиффани? У меня медведь Тиффани. Медведь полярный, можно сказать. Многие там наши зрители из Российской Федерации могут узнать. Да, это когда скучаю о родине, я обнимаю этого медведя. И вот, пожалуйста. Так, вот и собачка тут. Да. Собачка. Что она дерет-то, я не понял. Это вот у него была кошка такая. О-о-о. Это его любимая. С кошками тут. И очень даже похоже по окраске на его окраску. Да, с кошками у нас строго, я чувствую. Да. А кто играет на фортепиано? Правда? Да, это мы. Ой, а давай что-нибудь. А, сейчас легко. Давай. Это что, стул? Да. Высокий стул? Ну да, чтобы достать до клавиш. А педали тоже достаешь при этом? Успевай, ножки длинные. Так, давай. Сейчас. Ну как. А что у нас за ноты здесь? За ноты там, листья. Ноты в Соединенных Штатах, такие же, как в Украине? Да. Такие же самые, да. Только называются немножко по-другому. Ага, есть все-таки, есть. Отличие, да. Хотя они такие же самые, но, как обычно, я здесь в другое. Это старинный инструмент? Да. Чарли. Да. Так. Это старинный инструмент. Ну-ка. А Чарли вас подпевает, когда играют? Конечно. Да. У нас этот подпевает, кто может. Так. А теперь про любовь. Про любовь, хорошо. Наша любимая. Давай. Так, а это вот интересный такой цветочек. Да. Вот, настолько он оригинальный. Он такой манипусенький. Он живой или искусственный? Нет, искусственный. Так. Это мы когда ездили из, ехали из круиза Аляски, остановились в Орегоне и купили вот этот цветок. На машине, что ли, ехали? Нет. Но Аляска круиз, а потом самолетом надо было лететь сюда, и там день путешествия. В Орегоне были? Да. И вот там на базарчике, я когда увидела, такие необычные манипуси, очень тонкая работа. Понял, из пластика. Вот я даже не знаю, из чего она сделала. Ты можешь их даже вот закинать, вот туда, сюда, вот как-то так. Нет, я его лучше не трогаю. Да, я тоже стараюсь лишний раз не трогать. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok